Первые итоги и планы на лето. Олег Белак встретился с журналистами и ответил на вопросы в области градоуправления. За первые три месяца в должности мэра бюджет города увеличился почти в три раза. Субсидии из окружного бюджета, выделенные в результате конструктивного диалога с администрацией Ненецкого округа, пойдут на первоочередные цели. В городе необходимо провести ямочный ремонт, сносить ветхие дома, строить коммунальные сети в новом микрорайоне. Подводить итоги стодневного пребывания в новой должности стала традицией для руководителей органов власти. Олег Белак вступил в должность мэра 14 марта 2017 года. За первые три месяца работы, по словам нового мэра, сложилось видение, в каком направлении вести работу. Самое главное – это не разрушить то, что хорошо работает, не нарушить старое, отлаженное. И чтобы город как организм продолжал функционировать. С другой стороны, то, чего не хватало, на мой взгляд, в последние годы – это нормального конструктивного диалога, в первую очередь, с окружной властью. Явным результатом работы нового мэра стало наполнение бюджета. С января по июнь субсидии из окружной казны увеличили городской бюджет почти в три раза. Главным образом средства пойдут на ямочный ремонт дорог, благоустройство, утилизацию мусора, реализацию приоритетного проекта, формирование комфортной городской среды. С появлением новых микрорайонов городу необходимо строить новые коммунальные сети и вводить в эксплуатацию очистные сооружения. Сегодня они в списке объектов незавершенного строительства, где значатся еще 10 строек. Общая сумма завершения работ – 900 миллионов рублей. В приоритете и расселение из ветхого и аварийного жилья в новые дома. То есть у нас сейчас сформированы полностью два этапа. Сейчас завершается первый этап. После сдачи на Швейцово-1 мы, скажем так, подошли к финальному, к завершению первого этапа, но еще не окончательно. Сегодня строится дом на улице Полярной и, скажем так, скресе, что с его заселением будет завершен первый этап. Тогда мы переходим ко второму этапу и формируется очередь третьего этапа. Вся информация о расселении ветхого и аварийного жилья есть на официальном сайте городской администрации. Олег Белак сообщил, сегодня разрабатывается новая форма портала, где будут предусмотрены разделы для электронных обращений в дополнение к ежемесячным приемам граждан. Валентина Чебичук, Леонид Шушулов, Телеканал Север.